Доброго времени и суток, дорогие друзья! Рад приветствовать на своем канале всех подписчиков, всех гостей канала, всех единомышленников, любителей приборного поиска. Сегодняшнее видео я задумал сделать очень-очень полезным и очень информативным. По-моему, ничего подобного на просторах YouTube, увы, никто не делал. Но не всем, конечно, удастся оценить ту всю полезность и объем информации, которую я сейчас в этом видео дам, поскольку не у всех психика позволяет вникать, не все умеют сосредотачиваться, не все даже умеют видео целиком с первой до последней секунды смотреть. Это же видео будет посвящено озвучке Nocta MacroLegend. На мой взгляд, озвучка данного прибора достойна отдельного прям видео. Длинного, ну длинного не получится, по-хорошему это видео должно быть 4-6 часов. Я, конечно, меня настолько не хватит создавать видео намного дольше, чем вам его просматривать. Но, тем не менее, видео будет немаленькое, где я постараюсь, используя все доступные мне методы качественной звукозаписи, ну, насколько я смогу. Хотя, из камрадов, к сожалению, такие возможности технические есть, я так понял, что, наверное, мало у кого-либо, ни у кого нету. Либо не хотят заморачиваться. В общем, озвучка Nocta MacroLegend, на мой субъективный взгляд, по озвучке это лучший прибор на сегодняшний день. Вообще лучший. Его, так, то, как он приятно слуху звучит, то, как, насколько информативен прибор, это достойно, ну, похвалы, мягко говоря. И, что еще очень важно, например, Deus, всем известный, тоже озвучка Deus по информативности, ну, не уступит озвучке Nocta MacroLegend. Но вот она специфична очень. Она не всем заходит, она не всем подходит. К ней нужно привыкать. Я сам не меньше трех-четырех десятков выходов отработал с Deus первым, прежде чем начал его понимать. Озвучка же Nocta MacroLegend, на мой взгляд, она сделала прибор доступным для понимания слухового восприятия очень широкому кругу людей. Я хочу, чтобы вы это услышали. Все зависящее от меня я сделать постараюсь. От вас же, ну, попробуйте, у кого есть нормальные, качественные, закрытые наушники, послушать это видео через такие наушники. Возможно, попробуйте несколько раз его просмотреть. Все равно люди, которые планируют купить себе Nocta MacroLegend, либо только купили новички, еще не знают прибора. Я считаю таким людям, то есть как будущим владельцам, так и нынешним владельцам Nocta MacroLegend, слушать это видео можно, ну, в наушниках вообще перед сном засыпать под него. Я сам, наверное, несмотря на то, что у меня выходы практически каждый день, я все это прям в реальных боевых условиях слушаю, я и сам, наверное, не 10 и не 20 раз периодически буду включать и прослушивать это видео. В нем я буду с всевозможными целями махать над катушкой, а вы будете слушать, ну, и я так постараюсь, чтобы еще и видели показания VDI и Ferrum Check. Конструкцию я, конечно, тут соорудил, мама, не горюй. Целей я не придумал, либо я их буду вам показывать, но для этого мне нужно будет как-то, ну, я не знаю, насколько это удобно перед каждым взмахом вот так подносить, либо я просто буду говорить, что я, чем я буду махать, либо и то, и другое. Возможно, людям, которые будут в будущем слушать видео, ну, там, в третий, в пятый, в двадцать пятый раз, просто в наушниках, лежа перед сном, я подумал о том, что им может захотеться после пятнадцатого-двадцатого просмотра начать сами себя проверять, как они понимают на слух nokta-макролегенд. И, возможно, было бы идеально, если бы я вот сначала подходил, вот так показывал цель молча, потом махал ей перед катушкой, а потом озвучивал. Человек, когда будет не смотреть, а слушать видео, он будет сначала слышать звук, а сам для себя примерно прикидывать, что это, а после этого слышать мою озвучку, что же это было. В общем, я думаю, будет интересно. Надеюсь, вы оцените столь сложное в создании видео. Целей будет много, но, естественно, они будут, ну, не прям все существующие. Вы же понимаете, тогда и двенадцатичасового видео не хватит. Но довольно обширные, и цели будут не только полезные. Поехали! Это была одна копейка Николая. Это было две копейки Николая. Это была одна вторая копейки Николая. Это была одна четвертая копейки. Это была пробка пивная. немножко ржавая. Это была кусочек фольги сигаретной. Это был крестик. Старый. 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 Так же был крестик. Пробка пивная довольно свежая, это у нас была. Это у нас была пломба. Пробка пивная. Огромный, тяжеленный, кованый даже не гвоздь. Я бы это назвал колышек какой-то, огромный. В зависимости от положения. Вот так машем цветом видим топор. В длину. В принципе черный. Далее. Один рубль российский. Это был один рубль российский. Это было два рубля российских. Это внимание пляжникам важно все. Какие сигналы копать? Это было пять рублей России девяносто седьмой год. Это было десять рублей России две тысячи десятый год. Это было двадцать пять копеек серебряных. Восемьсот тысяча восемьсот пятьдесят девятый год. Восемьсот тысяча восемьсот пятьдесят девятый год. Восемьсот пятьдесят девятый год. Пуговица орлянка это была. Восемьсот пятьдесят девятый год. Это была Барацинка. Барацинка. Монетка такая. Восемьсот пятьдесят девятый год. Это была монета так называемая Кристинка королевы Кристины. Найденная, кстати, именно этим прибором Нокта Макро Легенд. Восемьсот пятьдесят девятый год. Это был белончик двадцать копеек серебряных 1915 года. Восемьсот пятьдесят девятый год. Очень интересно с пуговицей советской, с какой-то солдатской шинели. Вот этой звездой вниз. Чистый черный. А вот этой стороной катушки цветной сигнал. Продолжаем. Достал. Это были пять копеек медные Александра Второго. Это был... Если я не ошибаюсь, медный, наверное. Но могу ошибаться. Старый перстень. Подписывайтесь. Это были 5 копеек 1990 года. Это была 1 копеек СССР 1952 года. Это был дирол, фольга дирол. Это был кованый гвоздь с большой шляпкой в лежачем положении. Сейчас попробуем шляпкой вниз, чтобы он видел это как круглую цель. Не ожидал правильного ответа. Легенда справилась. Легенда справилась. Это был достаточно крупный, большой, весь ржавый, кованый гвоздь. Легенда справилась. Была помятая, но довольно-таки свежая пивная пробка. Легенда справилась. Легенда справилась. Легенда справилась. Это было 3 копейки с СССР 1930 года. Легенда справилась. Легенда справилась. Легенда справилась. Это был так называемый считовик, 20 копеек, 1900... если я правильно вижу, 52 года. Субтитры сделал DimaTorzok Это была очень маленькая серебряная чешуйка, очень маленькая. Это была достаточно мелкая, но медная чешуйка. Медная. Среднего размера это была серебряная чешуйка. Субтитры сделал DimaTorzok Ну тоже можно сказать среднего размера чешуйка. ДимаTorzok Это была водочная пробка, алюминиевая, откручивающаяся. Это был большой ржавый, очень сильно проржавевший до трухи гвоздь. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok А вот это для меня большая неожиданность. Давайте я вам покажу эту цель крупным планом, даже достану из пакетика. Это найденная Deus M2 как чистейший цвет. Чистейший. Ну это и есть цветная. Вот такая вот имперская пуговица. Довольно редкая в наших краях. Не пойму в чём подвох. Хм. Может она не из цветного металла, в чём я сильно сомневаюсь. Это была ручка погнутая, алюминиевая. От ложки или вилки там уж не знаю. Это был очень маленький и очень лёгкий серебряный крестик, крошечный. 925-я проба серебро. Хм. 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 Это была достаточно крупная, свинцовая, железнодорожная со знаками ЖД пломба. 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 Хм. 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 В зависимости от положения, может бить как в цвет, так вот переворачиваю уже в черн. Короче, то в цвет, то в черн, непонятно от чего зависит. Это была серебряная цепочка, ну такая, средненькая. И в растянутом виде, чтобы никакие замочки не попадали. Это была цепочка в растянутом виде. Это была обрывок цепочки, он без застежек, серебряный. Ну, довольно-таки такой, из тонких очень звеньев. Редактор субтитров А.Семкин Это было толстое серебряное кольцо, спаси и сохранишка. Ну, такое, как обручалка, толстое, увесистая. Если не ошибаюсь, не меньше 4 грамм оно весит по памяти. А.Семкин А.Семкин Это было среднего размера, можно сказать, ближе к крупной, ну средняя, серебряная сережка в растегнутом виде. Та же самая сережка сейчас повторим в застегнутом виде. Та же самая сережка. Небольшое серебряное колечко. Небольшое. Небольшое серебряное колечко. Небольшое серебряное колечко с камушком. Небольшое серебряное колечко. Небольшое серебряное колечко. Царская 84-й пробы сломанная, то есть надорван, круг не замкнут. Как видим, цветной сигнал, ну такой, как у проволоки какой-то длинненькой. То есть он как бы не имеет очерченных граней. И обратите внимание, еще раз, разглуманное колечко, не замкнутое. Точно так же сейчас повожу замкнутым цельным серебряным колечком. Это еще одно серебряное колечко, тоже типа обручалки, но его еще не было в тесте. Точно так же. Точно так же. Обрывок фольги. Небольшой кусочек фольги. Это был небольшой кусочек фольги. КОНЕЦ БОРАЦИНКО 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 Тонкая медная монета БОРАЦИНКО БОРАЦИНКО Это была медаль бронзовая участника русско-турецкой войне. Это была Диньго. Это была копейка Николая Первого. Это были советские две копейки медные. 1924 года. Это были медные три копейки 1924 года. Это было маленькое расстегнутое серебряное дерево. Сейчас я немного изменю ее положение в руках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, немножко покрутил ее. Поменял разное положение, потому что немножечко озвучка и VDI могут меняться. Сережка очень маленькая и очень легкая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был биончик 10 копеек 1929 года. Серебро 500-й пробы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был биончик 20 копеек 1925 год. Серебро 500-й пробы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был щитовик 20 копеек 1933 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это рамочник 10 копеек 1945 года были. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был щитовик 10 копеек 1932 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было плоское ржавое железо. Гроза всех металлодетекторов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В зависимости от положения. Если поперек катушки... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То вот так получается. Ну, друзья, и для тех, кто таки осилил это видео целиком, мне хотелось бы еще небольшой бонус сделать. Показать вам, как звучат. Ну, может, кому-то интересно. Небольшой такой вот кладик из всевозможных советских монет. Ну, условно кладик. Из баратинок. СОВЕТИКИ! 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 Ну вот такое, друзья, было видео. Надеюсь, оно кому-то понравилось, кому-то окажется полезным. И все мои труды были не напрасны. Подписываемся на канал, ставим пальчики вверх. Обязательно заглядываем в комментарии, читаем, что пишут другие. Единомышленники пишем свое мнение. В общем, обратная связь прежде всего. До скорой встречи. Пока! Ну вот прибор запищал, ну и судьба злодейка. Копал как рот полчаса, сука, нержавейка.